Всем привет! Это видео о Елене Зеленской, это видео о первой леди Украины, это видео о жене президента Владимира Зеленского. Но на самом деле, как бы это банально, возможно, не прозвучало сейчас, это история о том, что честное, правдивое, живое всегда побеждает лживое, выдуманное и мертвое. Это история о том, что, извините за банальность, но добро всегда побеждает зло, а свет, ну, всегда, всегда побеждает тьму. Я записываю это видео на русском для того, чтобы его посмотрели в России. Те, кто, возможно, не понимает украинский язык или игнорирует его, те, кто уверен, что здесь фашисты, нацисты, бандеровцы, вот, я очень хочу, чтобы вы это посмотрели. Потому что вы должны знать о том, что каждый убитый украинец, каждый убитый ребенок, каждая убитая женщина, мужчина, любой украинец, который погиб от крылатых ракеток, от минометных обстрелов, это не просто цифры, факты, это реальная история. Каждый из миллионов переселенцев, это тоже история, это настоящая жизнь, это история человека, история семьи, история рода. Я очень хочу, чтобы вы это понимали. Именно поэтому я решил рассказать вам о Елене Зеленской. Потому что это живой человек, это настоящая, настоящая женщина, это не выдуманный персонаж из Википедии, не какая-то, знаете, история из вылизанного пресс-релиза, вот, аппарата президента, что вот, смотрите, есть первая леди, значит, она вот стоит с президентом, скрепы традиционной ценности. Абсолютно не об этом. Потому что Елена Зеленская, это не тень президента, это, несомненно, его надежный тыл. И украинцы, это не бандеровцы и фашисты, это живые, прекрасные люди. И я вам это говорю, как русскоговорящий еврей из крылорога, можете мне поверить. Так вот, Елена Зеленская. Сейчас Елена Зеленская находится в Соединенных Штатах Америки, где ее встречает первая леди США Джилл Байден со своим мужем Джо Байденом. Вот на видео видите, как встречает ее из автомобиля. Они обнимаются, они не сидят за километровым столом, они обнимаются, причем обнимаются как женщины, которые точно понимают друг друга, понимают боли друг друга, они понимают, что происходит. Да, в это вообще сложно поверить, потому что обычная девчонка из крылорога, я про Лену Зеленскую, в Белом доме обнимается с первой леди Соединенных Штатов Америки. Но в США Зеленская приехала не для красивых фотографий, не для обнимашек с первой леди. Она приехала для того, чтобы выступить перед Конгрессом США, выступить и обратиться в очередной раз за помощью. Я сейчас прошу речь, которую я бы никогда не хотела просить. Я прошу у вас оружие. Вы оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право прокидаться в нем живыми. Я прошу у вас противоповітряную оборону, чтобы ракеты не вбивали детей в их визочках, чтобы они не руйнували детские комнаты и целые семьи. Я вижу ваш вопрос. Чего это я решил рассказать вам о первой леди? Чего я решил рассказать о Елене Зеленской? Ну, я могу себе это позволить, потому что мы знакомы, мы знакомы очень много лет, мы из одного города, из города Криворог. И я очень хочу донести важную информацию, что первая леди Украины Елена Зеленская, это, еще раз повторюсь, это не персонаж из каких-то выдуманных историй, сформированный образ, с пиарчиками. Давайте вот она будет такой, чтобы люди ее лучше воспринимали. Нет, это абсолютно живой человек. Вот это очень важно понимать. Для того, чтобы понимать, что такое Украина. Вы не поверите, но это видео я тоже не буду утверждать, ни с каким офисом президента, ни с пресс-службой Елены Зеленской. Да, не поверить, в Украине можно говорить то, что думаешь. И не обязательно, когда ты расскажешь о каком-то из известных людей, с ним это утверждать. Ну, это прозвучит странно, но у нас так. Я расскажу вам несколько фактов о Елене Зеленской. Какие-то из них вы наверняка знали. Елена Зеленская из города Криворог, она училась в 95-й гимназии. Елена тогда еще и Кияшко училась в параллельном классе с Владимиром Зеленским. И, ну, роман, любовь зародилась немного позже, уже в институте. Владимир Зеленский поступил в Криворогский экономический институт, в Нархоз, простыми словами, тогда он назывался. А Елена Кияшко тогда поступила в Криворогский технический институт. Затем КВН, любовь, ухаживание, как рассказал Владимир Зеленский, он долго добивался симпатием Елены Зеленской. И они стали парой. Уже в 2003 году они женились, они поженились в городе Криворог. Уже через год, в 2004 году, в семье Зеленских рождается дочь Саша. Затем был переезд в город Киев. Ну и затем история 95-го квартала. А потом, вы знаете, 2019 год, Зеленский становится президентом. 2019 год. Господи, как давно это было. Кстати, до того, как Елена Зеленская стала первой леди, она работала автором студии Квартал 95. Ну, про отношения Владимира Зеленского и Елены Зеленской я не буду говорить, потому что я же не член их семьи. Я могу только рассуждать о том, что я вижу и о том, что говорит Владимир Зеленский о своей жене. Вот что он, например, говорил в 2019 году, в интервью Дмитрию Гордону про Елену Зеленскую. Человек больше всего любит себя, когда у человека, для меня она, это вот как вот без руки остаться. Я без нее чувствую себя инвалидом. Это не значит, что ты неполноценен, не дай бог меня ни в чем не обвинили, потому что я только что-то скажу, меня уже сразу обвиняют. Я просто хочу сказать, что это тот случай, когда вот ты ее любишь так же. Вот почему я сказал, что человек больше всего любит себя. Ты ее любишь так же, а потом она тебе дает детей, и ты понимаешь, что, блин, ты начинаешь детей любить больше себя. Это катастрофа. А давайте сравним, что говорит о своей первой леди, о своей жене, президент России Владимир Путин. А, стоп, у него же нет первой леди. Ладно, хорошо, давайте тогда лучше послушаем, посмотрим, возможно, как относится к первой леди, к своей жене, президент еще одной нашей братской страны под названием Беларусь. Лукашенко, давайте посмотрим, что он говорит про свою жену. А, стоп, у него же тоже нет, получается, жены, да? Очень странно. Я думаю, что вот этот фактор, за который так полюбили президента Зеленского, то, что он простой, понятный человек. Это то же самое, за что и полюбили во всем мире сейчас первую леди. Ну, наверное, так же, как в свое время в США любили первую леди Кеннеди. Или во всем мире тоже, я напомню, любили первую леди президента Горбачева, Раису Горбачеву. Почему? Потому что она была открыта, потому что это было время перестройки, время, когда рухнул занавес. Я записываю это видео для того, чтобы те, кто поддерживает страшную войну, чтобы, возможно, у вас хотя бы маленькое зернышко сомнений зародилось. Что, возможно, вот эта фраза не все так однозначно, которую очень любят использовать в России. Что, возможно, это действительно война, а не какая спецоперация. И это война против живых, настоящих, честных, порядочных, трудолюбивых людей. Как вы думаете? Напишите свое мнение. Поделитесь этим видео. Знайте правду. Это важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...